Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы прочитываем занятия, которые были в Потеряевке. Вот так, говорит, лучше тогда людям доносится. С 91-го года, которое я считал после богослужения по каким-то темам в лагере. Называется «Рай и ад». Темы очень большие, потому даю лишь конструкцию, а дома уже полностью открывать указанные места. «Бог был и есть прежде основания рая. Он сам открывает о месте святости и счастья только то, что нам полезно знать». Третьи ездры. «Прежде нежели услышаны были глаз и громов, прежде нежели возблистали молнии, прежде нежели утвердились основания рая». Знал ли Адам, что он находится в таком месте, которое называется рай? Было ли у него понятие, что в мире все надвое, что напротив рая есть ад, «Напротив жизни есть смерть, напротив добра зло?» Что такое свет? То как-то все же определяют фотонами и люксами. А вот что такое тьма? Определение есть такое – это отсутствие света. Может быть, понятие смерти пришло к Адаму после грехопадения, когда он был изгнан из рая и понял угрозу стоения и болезней предвестников смерти. Что же есть тогда самосмерть, отсутствие жизни, отсутствие Бога? И Ад не есть ли отсутствие рая? Бытие 2 глава. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки третьей ездры. И ввел его в рай, который насадила десница твоя, прежде нежели земля произрастила плоды. Бытие. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только с плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями рая. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. По нашим меркам, что если бы ребенок сорвал в саду плод, то самое большое, что сделал бы отец, то выговорил или отодрал его. Но здесь Бог отец выгнал и смертным сделал его навсегда, до его возвращения с неба. Какое же это преступление сорвать плод? Нам ли судить об этом? Отчего произошло падение самого осеняющего Херувима? Как зло могло возникнуть на небе? Этого никто из святых отцов не мог сказать». Но Иван Златоуст говорит, что на это есть намек в том месте, где говорится, чтобы молодых не ставили воприсветера. Шестой серединский собор правило правило четырнадцатое и пятнадцатое, не рукополагая, до тридцати лет. Четырнадцатое правило. «Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен первой Тимофеем. Но епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не попал осуждению с дьяволом». Интересно. Епископ. Епископ как будто бы связан с дьяволом. Вот удивительное дело. Нельзя рано ставить его. Дьявол Павел возгордился от гордости. Так Златоуст говорит. Вот это одно место, которое говорит об этом. «Когда ныне рукополагают молодых, то сколько восхищений у бабушек, что у них архимандрит 17-летний. А на деле получается, что епископы живьем таких толкают в объятия дьявола. И они страшно гордятся, не сознавая даже этого. Это чрезмерное поклонение человеку нелегко выдержать и опытному. А что говорить о малолетних юнцах? Слово «рай» будет сохраняться и поддерживаться пророками, как место утешения и отсутствия врагов. Исайя. «Так Господь утешит все он, утешит все развалины его и сделает пустынь его, как рай, и степь его, как сад Господа, радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. И я, как канал из реки, и как водопровод, вышла в рай. В Сирахове благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек. Страх Господень, как благословенный рай, и облекает его всякую славою. В лексиконе евреев слова «рай» и «ад» были на слуху. Иначе как бы понял разбойник, о чем ему говорит Спаситель Иисус от Луки. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Говоря о великих милостях Бога к нему, апостол Павел в прикровенной форме говорит об видении рая, как о величайшей своей командировке. Среди многого, что ему довелось в жизни испытать, он выделяет этот момент и с восторгом говорит о неизреченных радостях, какие ожидают в будущем обитатели рая. 2 Коринфяна «Что он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». 1 Коринфяна «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 3 Езре «Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачевство». 3 Езре «Ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готовое изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и совершенная премудрость». А он сказал мне, если бы я спросил тебя, сколько обиталишь в сердце морском, или сколько источников в самом основании бездны, или сколько жил над твердью, или какие пределы у рая. Много о рая написано у Езре в третьей книге, его в главе седьмой по Брюссельскому изданию. «Давид своим противникам и после их смерти не желал ничего, кроме того, что они по праву заслужили». Писалом 9. «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их». Исаи, «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе в твоем, пробудил для тебя рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих престоловых, порок Авдий, надменный человек, как бродящее вино. Не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает в себе все племена. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня от Луки. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Второй Петра. 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 Мавра. Видела обитель Тимофея, мужа своего. Он туда ее привел. 24 мая. Симеон Дивногорец. Видел рай. Адама в раю. И разбойника, и более никого. 4 июля. Марфа, мать Симеона Стопника. Видела рай и палатки ей и сыну ее. 9 июля. Кирилл Александрийский. Гневался на Яна Златоуста. Божья Матерь велела простить его. Увидел рай. 12 июля. Мария Галендуха. В конце увидела рай. Некрещеному туда войти нельзя. 18 июля. Памва. Было два брата. Пустынник и Странопримец. Обоих видел в раю. 11 сентября. Ефросин. Работал на поварне. Ирея ночью приснилось, что он в раю находится. А его подчиненный работник свободно ходит в райских обителях. И получил три яблока из рая. 2 октября. Андрей Еродивый. Удивительный прелесть рая Божия. 2 ноября. Иаков Вяземский. Райские обители и узилища. Ады видел. 9 ноября. Матрона. Рай ей показан был. 12 ноября. Иоанн Милостивый. Дом. Троила уже не его. За жадность отнимается. На небе это видел. 13 ноября. Иоанн Златоустий. Епископ Адельфий просил показать ему, где находится Иоанн. Ему было сказано, что у престола Троица. Но находящемуся во плоти этого нельзя увидеть. 18 ноября. Ворул отрок. Мать наставляла его. Как только будешь усечен, так сразу же и будешь в раю. 19 ноября. Иоасаф. Когда отец хотел его совратить с пути спасения и окружил самыми красивыми в его царстве девицами, то едва не поколебалось юное сердце царевича. Но во сне увидел он рай и ад. И как эти девицы его тащили в пропасть ада. И когда проснулся, то они показались ему хуже грязи и псов. 4 декабря. Иоанн Дамаскин. Когда простил его старец, изгнавший его от себя за прислушание, то он радовался, как бы изгнанный из рая и возвратившийся в обители небесное. 7 декабря. Павел Павинник. Настоятель. Увидел рай. Он ему сказал там, возьми, что тебе тут нравится. 30 декабря. Феодора Цареградская. Матарство проходило и видела рай. Григорий, ученик Василия Нова. Подробно о всем. Абаде из Жития Святых известно следующее. Ад. Смотрите, суд, мука, страх. Из нашей книги «Симфония на Жития Святых». 1 января. Евасилий Великий. Царь Валент. Арианин пошел в Гиену. 8 января. Юлиан. Воскресили человека, душу которого бесы внесли в ад. 16 января. Мелевсип. Бабка Леонила говорит, ваш отец сошел преисподнюю. 19 января. Макарий Египетский. Череп языческого железа сказал ему, когда ты молишься, то мы во тьме немного видим друг друга. 18 января. Лев Первый Папа. Евтихий и Диаскор навлекли на себя вечную погибель за ересть. 3 марта. Евтропий. Мучивший Феодора находится в раю, в огне. В аду. В аду. В раю. 15 марта. Александр Иерей. Егемон Антонин пошел в муку с татаной. 16 марта. Трофим. Аксипеллили. Адот пошел к бесам. 20 марта. Так назвать бы кого ребенка-то? Я его бы никто никак не звал. Ну, в зале коротко. Там, Пиладот. 20 ноября. Иоанн. Отцы перебиты варварами. Варвары оказались в аду. 20 марта. Патритий. Душа разбойника в аду. 26 марта. Василий Новый. На блудном мытарстве. Больше всего идет в ад. Неверные и неверующие попадают сразу в ад без мытарств. 22 мая. Зоя. Дом Катулы и хозяина. Ад. А сам он смерть. 13 мая. Александр Войн. Язычнику. Ты вместе с императором будешь ввержен в гиену. 15 мая. Пахомий. Мысль о мучении и грешном должна быть всегда с нами. 8 июня. Прокопий. Насильнику. Жены ответили. В аду почувствуешь муку. И он отдал души демонам. 10 июня. Антонина. Низвергла противника на дно ада. 15 июня. Модест. Демон души грешников унес в ад. 19 июня. Зосима. Идолопоклоннику. Празднования да будут возданы тебе в аду. 29 июня. Апостол Петр. Душу Симона волхва. Дьявол забрал в ад. 1 июля. Паптит. Сказал. Окаянная душа ваших богов мочится в аду. А Антонину императору сказал. Ад готов для тебя. 12 июля. Мария Голедуха сказала гонителю. Есть ад. И там твои родственники. 13 июля. Иулиан. Он воскрестил юношу, который сказал. Я видел беса в аду. 23 июля. Аполлинарий. Описание гиены. 24 июля. Христина. Отец ее мучивший погиб навеки. Бес в кумирне. В кумирне. 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 А что такое кумирно? Ну где кумир стоит. А, кумирне. Унес душу гимона Диона. Игимона. Игимона. Князя. Диона. 17 августа. Мирон. Игимон умертвил себя и пошел в ад навеки. 24 августа. Сира. Беседовали о суде Божьем и муках. 27 августа. Пимен Великий. Я буду брошен туда, куда брошен сатана. 23 сентября. Андрей. Сказал мучителю. Мучения твои будут вечны. Ты пойдешь в гиену. 20 октября. Артемий. Юлианова пошел в ад. 14 ноября. Филипп. Воскресил юношу, сказавшего. Меня два феопа влекли в огонь. 19 ноября. Иосаф. Увидел во сне, что девицы, обращавшие его, хуже гноя и смрада в аду. 20 ноября. Евстафий. Камит находится в аду. 27 ноября. Иаков Персиянин. Отец мой в аду. 9 декабря. 14 тысяч младенцев убиты Иродом. Ирод вселился в ад. 22 декабря. Анастасия Узара. Узарешительница. Жрец желал совершить с нею постыдное дело, а слеп и попал в ад. 23 декабря. Нифонт. Зрители подали монету безбожному музыканту. Бесы тотчас отнесли эту монету в ад и показали дьяволу. 26 декабря. Иосиф. Он вселился в Шиол к отцам. Что такое Шиол непонятно. Да, кажется, упекло было. Она пошла, а жрец напал на нее насилищить. Она его как бросила об землю, как шмякнула. Он неделю лежал, не ел, ничего, только глазами водил и все. Ну, видать, дзюдо, к примеру, приемы знал. Ну и все. Пока видно, что богатый материал, потому что симфония уже была. А это 2002 год. Вот где занятия были. Богу слава. Еще отдохни. останки. Все. Всё. Угу. Всё.